снова здравствуйте дорогие зрители снова с вами я ваш кортавый блогер с моим дефектом конечно но явно не сюда очередная куча кучка как сказать не знаю посылок накопилось ну и собственно говоря вполне возможно опять откроются новые разделы на канале может быть не откроются но пока не знаю давайте посмотрим что у нас есть есть у нас следующее вот с таким вот с маленьким смайликом да вот с таким вот смайликом ниппель который надевается на колеса на принципе можно использовать на велосипед можно использовать на коляску детскую можно использовать на автомобиль на мотоцикл внутри там есть резиночка то есть как бы все дело будет достаточно герметично симпатично смотреться стоит ну очень недорого доставка как всегда в разумные сроки в принципе я думаю ну это вполне можно этим видео вполне можно будет открыть раздел для автомобилей а если вы смотрели предыдущие видео то вы видели заглушку открывашку который некоторые люди могут использовать вместо ремней безопасности это неправильно гораздо лучше наоборот вот взять вот такие вот накладки насколько помню есть разные логотипы одеть в эти накладки ремень безопасности и получить что а ну это более мягко не так сильно будет вам натирать плечо а б это можно снимать и стирать да то есть вас не будет пачкаться футболка есть вот замусолился ремень безопасности в комплекте их две штуки они ну напоминаю да идут с логотипом у меня просто есть человек который фанат автомобилей лада да поэтому вот я ему это беру в подарок но собственно говоря и вам тоже рекомендую ребята если вы смотрите мои видео вы уже видели фонарики телескопа этот очередной фонарик телескоп у него есть часть которая магнитит с этой стороны тоже вот этот фонарик как-то по моему люфт какой-то имеет похуже качеством чем были предыдущие но во всяком случае он с батарейками но вы знаете все таки похуже качеством чем предыдущие наверно выложу ссылку на предыдущие фонарики и наверное лучше будет если вам вам нужно заказывать там а так принцип какой да то есть есть держалка с двух сторон магнит вытягивается загибается да что-то прям вот совсем этот не держится надо наверно будет с ним поспорить на эту тему кстати вот интересно будет ли вам интересно раздел спора значит что это у нас такое это дополнение к фонарикам телескопом чехол для фонарик но ребят единственная проблема заключается в чем я точно помню то что я его брал для вот такого фонарика не совсем понимаю почему он теперь сюда не лезет видите вот он по размеру не подходит то есть вот если мы разберем сам по себе если мы разберем сам по себе чехол ну да он симпатичный удобный то есть его можно зацепить на ремень ставить фонарик будет хорошо держаться ну для этого он во всяком случае фонарика не подходит если вам такой нужен но вот его размер поменьше ребят я думал то что это совершенно другое я не знал что здесь внутри но я помню что это значит ситуация какая это слюнявчик то есть мы берем и вот видите здесь кнопочка есть первая кнопочка либо если шея большая то вот такая вот кнопочка и в итоге получаем вот такой вот слюнявчик более симпатичный чем стандартный да он более удобный за счет того то что его застегнул и всего и забыл по запаху нет никакого такого прям вот криминального запаха я не вижу без проблем думаю на всякий случай конечно постирать надо да но после этого на ребенка я думаю вполне можно надевать расцветки есть разные ну штука вполне симпатичная уйдет в раздел для детей вот этот долгожданная штукенция да для чего она нужна я снимаю но все это дело на камеру sony cybershot tx 30 брал я ее напомню да для подводной съемки и вот за несколько лет аккумулятор у нее стал ну совсем плохой а учитывая то что аккумулятор заряжать в камере не совсем удобно я заказал а батарейки но одна прям реплика очень похожи вторая ну просто подходящие и вот такого зарядного устройства то есть от стандартного микро юсб сюда втыкаем суда вставляем в батарейку и пользуясь фотоаппаратом мы берем запасную батарейку заряжаем то есть вот непосредственно вот это устройство для sony cybershot tx 30 не совсем помню как батарейки называются в следующих распаковках я посмотрю название батареек да скажу для чего это подходит но наверное еще раз покажу очень полезно есть у вас под умирающая батарейка и не хватает вам на нужное количество фотографий в отпуске или там где вы отдыхаете ребят не знаю зачем я это заказал для себя потому что я пользуюсь электрической зубной щеткой что-то как тут жене нравилось мне вроде ни к чему это было то но в один прекрасный момент тут взял я себе электрическую зубную щетку по определенным причинам и вот тут я вот увидел такие вот щетки они заявлены как премиальные зубные щетки до премиум браш значит вроде как бамбуковая черная вот этот щетина внутри четыре цвета да вот написано там что-то угольное плюс угольное плюс угольное плюс ну не знаю что там плюс давайте наверно все таки откроем надо же вынуть для потрогать понять что из себя представляет значит здесь у нас надпись нано сзади прорезиненная часть значит здесь ну для очистки языка можно использовать на самом деле по моему по форме не совсем удобно ну вот мне кажется то что она все таки какая-то женская что ли потому что вот ну ведь не совсем удобно все это дело для моей большой руки щетина ну по моему очень мягкая и если вы увидите давайте сейчас сработает у нас макро макро режим камеры макро макро режим камеры не хочет срабатывать значит ну давайте попробую объяснить что я вам хотел показать вот верхняя вот эта вот часть она не сработает нет что все таки вот не не хотите срабатывать значит вот вот эта верхняя часть она более редкая следовательно сможет залезать прям совсем какие-то труднодоступные места возможно да я в этом не сильно разбираюсь ну вот стоят они очень недорого как гостевые может быть там например можно взять гостям давать я не знаю там у вас вписки периодически происходят да там и девчонки там с утра вот там дай мне зубы почистить что-нибудь там да на да на ну не жалко да там одноразовая девушка одноразовая зубная щетка почистила девушки пинка под попу щетка в помойку и едем дальше давайте посмотрим не знаю вот это пойдет это или нет вполне возможно это уйдет раздел милитари что ли его назвать не знаю как правильно наверное надо такой раздел создавать для друзей ну смотри внутри мягенькая хорошая поверхность которая не повредит ваш экран да сюда я положил Sony ой Sony ребят что-то я совсем уже заговариваюсь Asus Zenfone Max диагональ пять с половиной и что мы делаем мы закрываем немножечко даже он там побалтывается сбоку у нас есть резиночка для того чтобы сюда вставить ручку наверное да есть вариант все это дело посадить на ремень вот таким вот образом а есть вариант все это дело зацепить на карабинчик а так как у нас это выглядит еще вот таким образом но вполне возможно можно будет надеть там не на горизонтальную а на вертикальную какую-нибудь а-ля ремня штуки ну ребят вполне удобная штука для больших телефонов цвета вот к сожалению я не совсем помню были там другие цвета или нет ну зайдите посмотрите стоит вполне недорого достаточно удобно как бы наверное в раздел милитари милитари наверное назвать пойдет да то есть там можно будет заходить тем кто играет пинбол страйкбол ходит на охоту ну вообще там любят какие-то там камуфляжные вещи думаю достаточно много чего интересного там будет совсем забыл давайте вернем нашу зубную щетку посмотрим как это будет выглядеть тут как-то наверно в тонком месте может быть да вот так вот в тонком месте подвешен видно вам взял и вне камеры куда-то показываю вот так вот берем вставляем и вот так вот в подвешенном виде на вот этой большой присоске зубная щетка висит по идее эта держалка она детская то есть она для детишек есть там разные симпатичные зверки не зверки как правильно сказать судя по присоске крепится будет хорошо зубную щетку держит вполне нормально можно подвесить чтобы ребенку было удобно достать вот эта штукенция у нас уходит в раздел для детей вполне полезно почему нет то есть вот закупаете вы всякие разные разнообразные да взяли кучу сразу там держалку для зубных щеток да там блокираторы на ящике там не знаю там что еще нужно для детишек сходу понабрали ну и забыли на вырост сразу заранее есть чтобы не ждать потом долго доставка придет не придет в разных местах заказал а получил абсолютно одинаковый товар вполне возможно абсолютно идентичен да что это это ОТГ кабель нужен он для того чтобы да вставить в микро юсб а с другой стороны получить стандартный юсб да в этом случае вот если у вас асус инфон макс с помощью такого кабеля вы можете подзаряжать другие устройства либо другие телефоны вполне возможно вы сможете там джойстик телефона подсоединить через вот такую приблуду надо смотреть возможности вашего телефона и если необходим стоит он прям ну рублей тридцать если не ошибаюсь то есть качество вполне хорошее гораздо лучше чем те ОТГ которые кладут продавцы телефона значит ребят хорошая штука не совсем понимаю для чего она может быть нужна простому человеку потому что вот здесь ну наверное пересчитывать то я не буду поверим на слово здесь находится пятьдесят вот таких вот стикеров наклеек что значит на слово поверить пятьдесят пятьдесят надо пересчитывать три четыре девять пятьдесят четыре сверху в подарок почти десять процентов ну наши китайцы видимо либо разучились считать либо на глаз сантиметрами отмеряют а наклейки нужны для чего для того чтобы удалять пыль разнообразную с экрана от телефона перед тем как наклеивать стекло либо защитную пленку очень часто их не кладут в комплект к стеклам обычно кладут сухую влажную салфетку вот без вот вот этих вот даст абсорбер они называются да ну гораздо хуже все это дело клеится с ними клеится гораздо лучше причем вот эти вот длинные насколько я понимаю нужны для того чтобы прям стекло приклеивать к телефону и тут я видео делал посмотрите вот ссылочка там в правом верхнем углу ссылка на видео о том как я наклеил то есть вот их можно использовать вместо вот этого скотча который использовал я если вы регулярно клеить стекла да ну незаменимая штука закажите стоит недорого продавец расщедрился и положил ну абсолютно в принципе ненужную штукенцию они на самом деле и там стоит что-то рублей по 7 с доставкой это заглушка для разъема для это заглушка для разъема наушников да и дополнительно можно вынимать и использовать как стилус ну не буду я вам про это рассказывать не столь это интересно гораздо интереснее вот я это называю тонкой броней почему я это называю броней потому что она состоит из двух частей это двухкомпонентная эти shield case на самом деле за вот этой бумажкой находится круглое пятно белого пластика который они покрасили в черный как они это покрасили я не знаю меня это удивляет но на самом деле гораздо важнее что из себя представляет представляете я сейчас так испугался это по непонятной причине сработала детская игрушка ребят это страшно может быть скажем посреди ночи я ее подальше чтобы она не мешалась давайте вернемся к тому как все это дело надевается то есть мы берем надеваем сначала силиконовый бампер может быть он не силиконовый может быть он кучуковый может быть резиновый не знаю значит второй частью мы надеваем пластиковую дополнительную защиту что ж такое то что у нас получается мягкая часть она амортизирует жесткая часть она спасает от царапин я попробовал сначала надеть мягкую часть потом надеть твердую часть получилось у меня плохо поэтому я их снова соединяю и надеваю на Asus Zenfone Max уже в собранном виде прохожу по всем углам все сидит хорошо то есть все как полагается здесь под динамик здесь под зарядку под микрофон под камеру под датчик под вспышку под наушники а сбоку кнопки видите торчат включения и дополнительно что у него мне нравится мне у него нравится то что сейчас чуть получше надену мне у него нравится то что вот эта часть немножко выпирает и если он будет падать он будет падать на как раз прорезиненную или как ее сказать силиконовую часть значит вот эти кейсы есть разных цветов толстая броня мне скажу честно понравилась гораздо меньше потому что это ну более удобно да то есть толстая она прямо получается кирпич огромный а здесь мы все равно оставляем ощущение какого-то ну просто мощного телефона да в сильной броне не более того вполне ее рекомендую смело покупайте есть у вас там эксплуатация телефона ну такая что прямо ему достается это броня его спасет защитит за сим все ребят вступайте в группу вконтакте там есть фото обзоры выкладывайте свои также участвуйте в розыгрышах подписывайтесь на канал ну и до скорых встреч